Продолжение следует... О масштабах бедствия в репортаже нашего европейского корреспондента Анастасии Поповой. То, что сейчас происходит в Бельгии, называют не иначе, как апокалипсис. Под воду ушла почти половина страны. Она объявлена зоной бедствия. В отдельных районах уровень рек поднялся на 2,5 метра. Люди в ожидании спасателей забираются на крыши, но вода всё подступает. Я ушёл из дома в 10 утра, всё было спокойно. Потом мне позвонила жена. Я вернулся и увидел, что моя жена и трёхлетний сын отрезаны от меня водой. Я ничего не могу сделать. Это уже не улицы, а бурлящие горные реки в центре Тьё, по которым плывут доски и остатки смытых такими потоками домов. Владельцы беспомощно провожают взглядами свои автомобили. Привет, моя машина. Площади городов превратились в озёра с сильным подводным течением. На помощь людям брошена армия. Грузовики с солдатами вывозят людей в безопасное место. Куда не успевают военные, туда спешат местные фермеры. Вытаскивают соседей при помощи бульдозеров или тракторов. Пешком по таким улицам уже не пройти. Брошенные козы ищут защиты у людей, а коровы стараются держать головы высоко, чтобы не захлебнуться. На рассвете с рельсов сошёл поезд. Разрушена часть железнодорожного полотна. Движения остановлены во всей юго-восточной части Бельгии. Затоплены автотрассы. Множество районов остались без света, связи и питьевой воды. Но кому-то весело от происходящего. Позже спасатели нашли тело 22-летнего молодого человека, который также для развлечения нырнул в поток с надувным кругом. Погибших уже шестеро. Есть пропавшие без вести. Среди них 15-летняя девочка. Её смыло водой на глазах друзей, которые не смогли помочь. Все, кто можете, срочно покиньте Льеш. Такое экстренное обращение выпустил мэр города. Река Мёс всё же вышла из берегов. Ушли под воду набережные, детские площадки. Очень сильный стоит в воздухе запах мазута. Дождь не прекращается. Так что уровень воды, скорее всего, поднимется ещё как минимум на полтора метра. И под воду идёт исторический центр города. На юг королевства переброшены спасатели с севера Бельгии. Король лично отправляется в зону бедствия. Власти просят помощи у волонтёров. Это всё шокирует. Я такого никогда не видел за всё время, что я здесь живу. Помочь готова Франция. Об этом заявил глава МИД Жанев Ледриан. При том, что с северо-запад страны тоже уходит под воду. В десятках французских департаментах оранжевый уровень тревоги. Вода продолжает пребывать. В Германии уже больше четырёх десятков погибших. Среди них и пожарные, которые работали над устранением последствий на одной из электростанций. Множество людей числятся пропавшими без вести. Не во все районы пока могут добраться спасатели. Обстановка осложняется ещё и тем, что почти нигде нет связи. Разорваны кабели. Вот так сейчас выглядят улицы. Течение столь мощное, что подхватывает и уносит не только машины, но и дома на колёсах, которые в момент сминаются об опоры моста. Это катастрофа, так описывают происходящее местные жители. И масштабы её ужасают. Разрушены многие жилые дома. Дворы превратились в нагромождение металлолома, где автомобили один на другом вперемешку с землёй, поломанными деревьями и прочими обломками. Есть информация, что в затопленных районах стали орудовать мародёры. Это самая настоящая катастрофа. Я шокирована информацией, которую я получаю из затопленных городов. Я оскорблю вместе с теми, кто потерял своих близких в результате трагедии. Мы всё ещё не знаем точного количества жертв. Кёльн, Дюссельдорф, Бонн во власти циклона Берн. 148 литров осадков. Выпало на каждый квадратный метр за двое суток. При том, что обычно бывает около 80 за месяц. В городе Хаген объявлено чрезвычайное положение. Так высоко вода не поднималась там за последние 100 лет. Я никогда не видел ничего похожего на это. Ситуация критическая. Разрушено абсолютно всё. Оценить ущерб экономический пока невозможно. Добраться до многих районов не получается. И пока одни борются со стихией, другие не забывают заниматься выборами, до которых осталось полтора месяца. Стихийное бедствие стало предлогом, чтобы напомнить избирателям о глобальном потеплении. Экологи, которые идут вторыми после консерваторов, рассчитывают, что зелёная повестка теперь добавит им очков. Анастасия Попова, Лия Бернацкий, Инна Кошкина, Вести, Льеш, Бельгия.